После того, как Тони появился в холле аэропорта, Владимир Хрюнов, видимо, желая организовать спарринг, пытался надеть шлемы на боксера. Не вышло. Но даже такой прием не раззадорил соперника Дениса Лебедева. Американский тяжеловес спокойно ответил на все вопросы собравшихся. Я прилетел в Москву и теперь меня ждут ежедневные тяжелейшие тренировки. Даже город смотреть не стану. Я прилетел готовиться к поединку, хотя, откровенно говоря, я уже готов. Денис хороший боксер, но я одолею его на его же территории. На вопрос, почему же он совсем не злой, Тони ответил, что злость все мы увидим в ринге. И даже после таких угрожающих слов на его лице всенепременно появлялась улыбка. Джеймс обожает внимание и пытается попасть в объективы телекамер, даже когда они направлены на других людей. Например, на Джеймса Магирта, который на свое имя давно не отзывается и предпочитает, чтобы его называли «бадди», что значит «дружище». Думаете, две недели рано? Почему две недели рано? Почему рано две недели? Ты плохой! Ты обижаешь меня! Ты злой! Мы специально приехали пораньше, привыкнуть к погоде. Ты пыталась! Похоже, пока вы не уйдете, он не успокоится. Мы специально приехали пораньше. Акклиматизироваться, привыкнуть ко времени, насладиться вашей страной. Кстати, сколько в итоге человек прилетело с Тони, сходу сказать сложно. Здесь менеджер, тренер, врач, какой-то немногословный парень с фотоаппаратом и Лаймон Брюстер, который в свое время нокаутировал Владимира Кличко. Для Джеймса он то ли еще один тренер, то ли советник, то ли спарринг-партнер. Позже появилась еще и приятная внешность и девушка. Но учитывая легкомысленность Тони, все поняли, это не серьезно. Их отношений хватило только на...